Деяние апостолов Со временем Вознесения Иисуса Христа прошло 10 дней. Ученики остаются в горнице и продолжают молиться. Они все вместе, и вдруг происходит нечто невероятное. Хочу вас сразу предостеречь. Я не собираюсь напрашиваться на дискуссию. Я не хочу переубеждать людей, которые толкуют Новый Завет и христианскую жизнь не так, как я. И все же кое-что скажу. Некоторые христиане особенно подчеркивают тот факт, что в их церкви происходит ровно то, что происходило в Новом Завете. Иными словами, в их церкви воспроизводится День Пятидесятницы. Иногда, не всегда, но иногда, эти церкви с неким презрением свысока смотрят на все остальные общины, на все остальные церкви. Они говорят, вот у нас есть Дух Святой, а у вас нет. Мы верим в чудеса, а вы нет. У нас есть знамени, а у вас нет. Но скажу вам вот что. Много что происходит в День Пятидесятницы. Мощный порыв ветра, который сотрясает все это место. Это происходит в таких церквях? С неба сходят языки пламени. И это бывает, что ли, в таких церквях? Люди говорят на иностранных языках, которых они никогда не учили. И обращаются они к тем, кто понимает эти языки. Что же такое бывает в этих церквях? Я не говорю о том, что бывают разные чудеса и разные языки, о которых говорится, например, в Первом Послании к Коринфинам. Сейчас я говорю только о Пятидесятнице. В День Пятидесятницы совершались величайшие чудеса, величия которых никто не мог отрицать. Доказательства подтверждения истинности христианской веры — это публичные доказательства, видимые доказательства. Иными словами, подлинность христианской веры подтверждается, доказывается перед людьми. Самая быстро растущая религия в Америке — это не христианская религия, хотя и называет себя, и считает себя христианской. В этой церкви, в названии этой церкви присутствует слово «Иисус Христос». Но это культ, это секта. Эта религия основана на учении о том, что мужчине нужно много-много-много жен. Это учение началось в 20-е годы XIX века в Америке, потому что один человек заявил, что ему в одиночестве тайно явился ангел и дал ему особые очки, и показал ему пророческую книгу. Все это случилось, когда он находился в уединении. Так и началась новая религия. Христианство в своей новозаветной фазе, в своем новозаветном этапе, этапе церкви, эпохи церкви. Есть христиане, которые верят, что церковь началась с Авраама. Но, скажем так, по крайней мере, эта фаза церкви, эта стадия церкви зародилась в день Пятидесятницы. Так вот, христианство проявляется публично. Изрождение церкви проявляется публично, прилюдно, во время одного из праздников иудейских. Это означает, что в Иерусалим собрались десятки тысяч человек. Так что свидетелей немало. Допустим, я скажу, что я получил знамение от Бога. Я сказал, что это реальное знамение от Бога. Я получил это знамение, когда вчера вечером в уединении я сидел в своей комнате. Как это можно проверить? Как в этом можно удостовериться? Но если я говорю, это подтверждение пришло, это знамение пришло посередине футбольного поля во время финального матча или через 30 секунд после финального матча чемпионата мира по футболу. Это сразу можно подтвердить, потому что весь мир, смотря в глаза всего мира, были обращены к этому стадиону. Праздник Пятидесятницы в Израиле похож на финал чемпионата мира по футболу. Все исповедующие иудаизм собирались в Иерусалим. Иудеи из разных районов районов Римской империи собирались на праздник. Они ощутили на себе этот парыв ветра. Они видели эти языки пламени. Они слышали эти невыученные иностранные языки. Они знали, что апостолы говорят правду. А теперь задам не такой вопрос. А что, если все это лишь выдумка? А что, если это ложь? А что, если на самом деле всего этого не было? Неужели кто-то осмелится сказать, что это было, когда тысячи свидетелей могут опровергнуть эти слова? Ведь в таком случае христианство погибло бы вот прямо так, моментально. Если бы апостолы сказали, «Вот, случилось такое событие!» Но все отлично понимают, что ничего подобного не было. Если бы его действительно не было. Представьте себе, насколько глупо было бы для Луки такое придумывать, если бы этого не было на самом деле. Если я говорю, «Да, вот это случилось!» Но кроме меня свидетелей нет. Ну, а на самом деле этого не случалось. Ну, ничего страшного. Все равно никто не видел. Никто не может ни подтвердить, ни опровергнуть. Но если я утверждаю, что что-то случилось при тысячах свидетелей, но этого на самом деле не было, тогда я поставил себя в весьма неудобное положение. Потому что свидетели могут сказать правду. И скажут правду. Лука сообщает во втором стихе, «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Я не хочу судить по поводу языков, на которых люди говорят в своей личной молитве. Я не хочу судить о языках, которые используются в некоторых церквях. Я не хочу судить сейчас о языках, о которых идет речь в Первом послании к Коринфянам. Но я должен сказать следующее. В День Пятидесятницы люди разговаривали на невыученных, но существующих иностранных языках. И это действительно было чудо. Во многом речь идет о том, что Бог преодолевает проклятие Вавилонской башни. Помните Вавилонская башня? Бытие 11 глава. Это проклятие смешения языков. А здесь перед нами благословение. Бог как бы временно отменяет проклятие Вавилонской башни. И люди говорят на иностранных языках, которые никогда не учили. Таким образом доказывается истинность проповеди. Послушайте, это правда, это истина. Проповедь звучит для вас так, чтобы вы поняли. Хотя сами апостолы, сами ученики вполне возможно не понимали, что говорят. Итак, огненные языки почили на них. Они были исполнены Святым Духом. Они заговорили на языках, которые никогда не выучивали. И пятый стих. Немало было свидетелей, по-настоящему благочестивых свидетелей. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. «Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием». Их, то есть жителей Галилеи. Жители Галилеи не отличались языковыми способностями. «Я такой галилеянин». Галилеи были обычными сельскими парнями, не получившими хорошего образования. И вдруг эти обычные жители Галилеи заговорили на родных языках иудеев, собравшихся из рассеяния, из эллинистического мира, пришедших в Иерусалим для того, чтобы исполнить праздничный обряд. И восьмой стих. «Как же мы слышим каждое их собственное наречие? Как они могут говорить на наших языках?» Как они могут говорить на наших языках? Некоторые из языков упомянуты. Парфяне и Медяне – это Иран, Еламиты и жители Месопотамии – это Ирак, «Иудеи, Каппадокии, Понты, Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, приезжающих Киринея, и пришедшие из Рима, иудеи и празелиты, кретяне и аравитяне, слышимых нашими языками говорящих о великих делах Божьих. Как это происходит? У дьяволов всегда находится объяснение. Дьявольское объяснение звучит так. «Они пьяны». «Они пьяны». Вот почему они так говорят. «Они просто пьяны». 13 стих. Интересное объяснение, не так ли? Обычно, когда человек напивается, он вообще никак не может говорить, даже на своем родном языке. напившийся человек, даже если для него английский родной язык, он и на родном-то языке уже говорить не может. Что уж говорить об иностранных языках. Странное какое-то объяснение. Интересно, что когда Петр встает и начинает свою проповедь, Петр не спорит так, как поспорил сейчас я. Он не говорит, «Как так? Разве можно напиться и выучить иностранный язык? Как-то у вас не вяжется что-то». Петр говорит очень простую вещь. Он говорит, «Послушайте, так рано утром никто не напивается». Поразительно. Простой, легкий ответ на обвинение. Люди говорят, «Вы напились?» «Слушайте, кто же напивается так рано утром?» И вы отлично понимаете, что мы не пьяны. Поразительный ответ. Но Петр встает и говорит, «Мужи иудейские, все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим, они не пьяны, как вы думаете. Но это есть предреченное пророком Иоилем». Давайте остановимся и подумаем, что здесь происходит. Петр стал теперь главным защитником христианства. Но помните, в свое время и совсем недавно Петр отрекся от Христа. Причем не единожды, а трижды. Что же тогда здесь происходит? Это называется прощение. Это называется благодать. Это и есть милость. Да, Петр потерпел крах. Да, Петр провалил испытания. Да, Петр запутался. И да, Петру дается еще одна возможность. А вы когда-нибудь терпели крах? Вы когда-нибудь проваливались? Вы когда-нибудь не выдерживали испытания? Вы когда-нибудь подводили Господа? Я подводил много раз. Много раз. Но Бог милостив. Бог дает Петру еще одну возможность. Господь Иисус дает Петру еще одну возможность, еще один шанс. К этой проповеди Петр подходит совершенно не так, как подошел он к своему свидетельству в ночь ареста Иисуса Христа, когда отрекся от Христа трижды. Три года он провел со Христом. Он был свидетелем всех чудес. Он слышал все проповеди Христа. Он неоднократно лично беседовал со Христом. Он видел много такого, о чем в четырех Евангелиях даже не написано. Можно было бы предположить, что в момент ареста Иисуса Петр должен был стать смелым человеком. Но это было не так. Можно предположить, что когда мы с вами изучаем Евангелие, мы после этого станем бесстрашными свидетелями Иисуса Христа. И если придет опасность, то мы не испугаемся, но будем смело свидетельствовать о Христе. Можно предположить. Но этого недостаточно. Этого мало. Что же нужно? Что же необходимо? Почему в конце Евангелия, при аресте Иисуса Христа, Петр испугался? Когда ему сказали, «Ты знаешь его? Ты был с ним? Ты из Галилеи?» Он говорит, «Нет, нет, нет, я не знаю его. Я даже не знаю, о чем вы говорите. Он даже ругается, он проклинает. И он говорит, «Я не знаю, о ком вы говорите. Я не знаю его». Что же теперь произошло? Что его совесть просто замучила? Или решил просто еще раз попытаться? Нет. Разница в присутствии Святого Духа. Разница в сошествии Святого Духа. Потому что именно Святой Дух дает Петру смелость. Именно Святой Дух помогает Петра встать во весь рост там, где в свое время он потерпел падение. Теперь он смел. Раньше он был трусом. Все это от Святого Духа. Мы с вами не можем пройтись с Иисусом по Галилее. Мы с вами не можем увидеть, как Иисус выходит из вод реки Иордан. Мы не можем вкусить хлебы и рыбы, когда Иисус накормил пять тысяч человек. Нас тогда не было. Это было в совершенно другом поколении. Но даже Петр, которому все это было дано, даже Петр, увидев все это, испытав все это, так и не изменился. Изменил его только Святой Дух. Только Святой Дух сделал Петра великим человеком Божиим. Но тот же Святой Дух, который изменил Петра, доступен и нам с вами. Тот же Святой Дух рассказывает нам о Христе, показывает нам Христа. Тот же Святой Дух дает нам жизнь, преобразует нас. И мы можем нести свидетельство Иисуса Христа дерзновенно и эффективно, потому что Святой Дух с нами и в нас. Так поступает и Петр в день Пятидесятницы. Он встает и начинает проповедовать. Он говорит о том, что все происходящее здесь есть исполнение пророчества Иоиля. «И будет в последние дни, — говорит Бог, — и залью от Духа Моего на всякую плоть, не только на иудеев, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши, будут видеть видения, и старцы ваши с наведениями вразумляемы будут. И на рабов Моих, и на рабынь Моих в те дни и залью от Духа Моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма». И наступает момент, когда пророк Йоиль явно говорит о том, что произошло в день Пятидесятницы. Но потом он переходит к тому, что произойдет только при втором пришествии Иисуса Христа. Некоторая часть пророчества Йоиля уже сбылась. Дух и зальется, Дух и залью. Сыны и дочери будут пророчествовать. А когда мы читаем о видениях, о сновидениях, все это уже исполнилось. Но есть моменты, которые пока не исполнились. Кровь и огонь, и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит День Господень, великий и славный. Этого еще не было, это еще не произошло. Зачем нужны все эти знамения и чудеса? Да за тем, чтобы привести людей к вере, исповедующей Иисуса Христа. 21 стих. «И будет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Мужи израильские, выслушайте слова сии. «Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами, и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас». Здесь очень интересная вещь. Смотрите. Он проповедует слово, которое обличает их во грехе, которое показывает, что они виноваты. Они лично виноваты в смерти Иисуса Христа. Но послушайте, а сколько человек распяли, сколько человек распинали Иисуса Христа? Может быть, четверо? Или трое даже? Или пятеро? Несколько римских воинов. А о чем же говорит Библия? В чем смысл Библии? Я вам уже рассказывал об этой известной картине в Мюнхене. Это картина Рембрандта «Вознесение креста». Мы знаем, как выглядел Рембрандт, потому что он очень любил автопортреты. Он любил себя рисовать. Рисовал себя много-много-много раз. Лицо у него было особое. У него были такие пламенеющие, пламенно-рыжие волосы. У нас есть портреты Рембрандта в юности и в старости. А в внешнем виде Рембрандта мы, пожалуй, знаем лучше, чем в внешнем виде любого человека с 17 века, потому что он так любил автопортреты. Так вот, на картине «Вознесение креста» Когда крест подняли под углом 45 градусов, крест поднимается над Голгофой, и Иисус пригвожен руками и ногами ко кресту, вокруг собрались люди. Они возносят крест в воздух, поднимают крест. И в самом центре, в самой середине картины мы видим человека в зеленой художнической шапочке. «С ярко огненно-рыжими волосами». Лицо его – это лицо самого художника, самого Рембрандта. Таким образом, Рембрандт говорит, «Я в этом виновен. Я это сделал. Он умер за мои грехи. Он умер, потому что я виноват. Я виноват в его убийстве. Я убил его». Именно об этом говорит им Петр. «Вы это сделали. Вы убили его». Нет, вы, конечно, не римские воины. Нет, вы не пользовались молотом или гвоздями. Гвоздями. Но вы его убили. Чтобы спастись, каждый из нас должен в это поверить. Мы должны понять, что мы виновны во грехе. Мы должны понять, что мы виновны в смерти Иисуса Христа. А теперь перерыв. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminari.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok